Первый, значит, будет у нас позитивный, второй будет негативный. А почему ее надо? Чтобы традицию нарушить? Ну, вот мне так хочется. Значит, первый называется «Просто надо». Я хронически не высыпаюсь, я в отсадок почти высыпаюсь. Мысли свыше, был ниже, стал выше. Мысли слышу, хотя вряд ли слышу. Замираю душой, не играя, умираю, рождаясь для рая. Жизнь моя — это вечные роды, от свободы до новой свободы. Сквозь угрозы и душ канонады, сквозь морозы, занозы, преграды. Роды мысли мне, боль и награда. Просто надо мне так, просто надо. И второй стих «Антагонист» — это поэт и верит. Поэты верят. Слепцы смешные. Поэты верят. Века проверят, что стих в иные пространства дверь. Поэты слышат в слов сочетания миров творения. Поэты дышат святым мечтанием о сверх прозрении. Поэты бредят своим причастием с небесным смыслом И вновь бередят стигматы счастья экстазом мыслей. В них веры столько в дар возвещения и возвышения. А это только лишь тип мышления. Лишь тип мышления. Так, сколько у меня еще там времени? Попробую сейчас вам сборниками. Давай так жить. Давай так жить. Давай так жить, как будто пишем письма тому, Кто, быв, вдруг стал одной из грез. Давай не заплавлять в бумагу мыслей, Что жгут ее несчастную до слез. Пусть лучше грезы обратятся в слезы Восторжена возвышенной любви. Давай не отмерять на завтра дозу, Давай сегодня быть уже людьми. Пускай от Бога данная харизма Преобразит все злое в благодать. Давай с собой писать друг другу письма, Чтоб о себе нам писем не писать. Давай с житейской грубой конетели Не позволять нам головы кружить, И что имеем с радостью ценить, Чтоб не ценить с тоскою, что имели. Над тяжестью земной взлетая ввыси, Друг друга драгоценными считать. Давай так жить, как будто пишем письма, Что на суде не стыдно прочитать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и давайте напоследок Прощу на этот пост Как раз хватит на этот, На такой длинный достаточно стих. Называется «Когда стихи ни к чему». Где легкость мысли? Где восторг и взлет? Мой ум бредет долиной смертной тени. Неделю спотыкается бредет, А я неделю труп с надеждой тени, Пытаясь раздражить ту железу, Что за воздушность мысли отвечает. А стихотворный инстинктивный зуд Бессилия моего не замечает. Я потерял почти над рифмой власть, Я позабыл почти как быть поэтом. Так что ж теперь мне эту жизнь проклясть И заявить в сердцах, что Бога нету? Душа все так же грезит о полете, Ее о близком рае грезы мучат, А мысль как боинг томщий в болоте, Грозна, грузна, мощна, но не летучий. Нет вдохновения, нет, ну хоть ты тресни. Я раньше думал, так не может быть. Я раньше думал, те, кто с Богом вместе, Всегда способны вздох его ловить. Но Бог на время затаил дыхание И приглушил ансамбль небесных лир. И вдруг открылась муза со стихами Уж не подруга мне, а мой кумир. Я ей служу безмерно и бесплатно, Уже и день в реестре целый полк, Уже я пленник своего таланта, Уже писать стихи мой крест и долг, Уже я позабыл о вечном слове Влюбляться в Бога и про все забыть. А стих же плод особенных условий. Он может быть, а может и не быть. И вот, усевшись в творческую лужу, Я пробую ответить на вопрос. Кому ты, стихотворец, нынче служишь? И кто твой Бог, стихи или Христос? Я вспомнил экзегетики на радость, Творец по-древнегречески поэт. И несмотря на умственную слабость, Я получил на свой вопрос ответ. И тот ответ был просто на удивление. Он был не нов, но смог открытием стать. Мой Бог, Господь стихов и вдохновения, Он может дать, а может и не дать. Он, лёгкость мысли, в стих любовь вдыхает, Пока душа любуется Христом. Но тут же вздох небесный затихает, Как только стих влезает на престол. И ты в стихах, как в чаще, застреваешь, Всё сухо, глухо, тяжко всё не то. Ты ничего уже не понимаешь, Но понимаешь, ясно, ты никто. И эта мысль – спасительное средство Для арестанта творческих оков. Ты вспоминаешь радостное детство, Когда ты счастлив был и без стихов. Когда ты в новый день входил, как в храм, И чудо ждал, и жил в преддверии сказки, Не создавал проблем, поэм и драм, И всё же жил, и счастлив был по-царски. И видишь ты, что суть-то жизни в том, Чтоб ощущать восторг существования. Ты есть, ты жив, ты понят, ты с Христом, И смерти нет, и рай твое призвание. И вроде уж стихи-то ни к чему, Христос воскрес, Он светный и дыхание, И я спешу, люблю сказать Ему. И снова получается стихами. АПЛОДИСМЕНТЫ